21 ноября Всемирный день телевидения. Этот праздник отмечают не только работники ТВ-индустрии, но и те, кто не представляет своей жизни без любимых фильмов и программ. Каким было телевидение в прошлом и каким оно стало сейчас? Наш корреспондент Луиза Егезарян провела параллель между черно-белым и цветным изображением. Дорогие радиозрители, как ни странно, но именно с этой фразы началась первая в СССР телепередача. 80 лет назад приставки теле не существовало в принципе. К слушателям обращались как к радиозрителям, а саму трансляцию называли дальновидением. В июле 1938 года в обкомах партии в общественных местах стали появляться первые телеприемники. А уже к осени телевидение заработало. Правда, один день в неделю. И каналов было всего два. Контент производился только в одной организации – в гостеле радио СССР. А первые трансляции вовсе могли увидеть только москвичи. Сегодня, когда во многих городах активно развивается своё собственное телевидение, это представить тяжело. Сейчас местным телеканалам может похвастаться чуть ли не каждый. Позаботились, да, о том, чтобы мы смотрели ЛРТ каждый день. Новости смотрим, что у нас в Подмосковье, что в посёлках. Малаховку показывают, Томилино показывают и наш посёлок. Если у кого-то что-то не показывают, у нас работает специалист, он тут же по первому звонку приходит, подключает. Постепенно в конце 80-х появились третья и четвёртая кнопки. По сравнению с количеством современных телеканалов, это, конечно, капля в море. Сегодня телезрителям доступны сотни каналов на любой возраст, вкус и интересы. Дети, конечно, любят мультики смотреть. Я в основном люблю смотреть фильмы, ну и новости. В основном я включаю мультики, когда занимаюсь домашними делами. То есть готовлю обед, либо убираюсь. Включаем телевизор и где-то 30 минут у меня есть время, чтобы заняться своими делами, и дети меня не будут отвлекать. Около года мы пользуемся оператором связи антенны, и нас всё устраивает. Никаких перебоев, сбоев нету. Не было даже. Казалось бы, развиваться дальше телевидению уже некуда. Каналов много, изображение чёткое, мультиков на всех хватает. Но совершенству нет предела. И в этом году телевидение перешагнуло в новую эру. Жители всей России перешли на цифру. У Галины Гришиной телевизор работает почти круглосуточно. Никаких неудобств из-за перехода на новый формат телевидения пенсионерка не почувствовала. Я боялась, что мне придётся покупать новый телевизор. Но всё обошлось. У меня прекрасное изображение. И все мои 44 канала великолепно работают. Изображение как было, нормальное, хорошее, ясное, чёткое. И сейчас так же. Наверное, тот, кто смотрел такой телевизор, даже не подозревал, что через несколько десятков лет устройство будет выглядеть совсем иначе. Но время не стоит на месте. И, кто знает, может быть, когда-то уже для наших потомков такой плазменный телевизор будет диковинкой. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, Александр Моисеев. Специально для телеканала ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok